Это мухи вредные, а пчелы полезные. Всем доброго времени суток. Сегодня хотелось бы поговорить о пчелином яде. Многие люди боятся жала пчел, считают, что это опасно, вредно. Сейчас я расскажу, что это немного не так. Во-первых, давайте поговорим о том, как избежать пчелоужаления, если вы их боитесь. Только у 1% людей по статистике наблюдается аллергия на пчелиный яд. Остальные люди переносят пчелиный яд нормально вполне. Первое место, где можно получить жало от пчелы, это сама пасека. Чем ближе вы находитесь к кульям, тем больше шансов, что вы получите жало. Многое зависит от самой породы пчел. Есть пчелы агрессивные, есть вообще миролюбивые. Чем дальше вы будете находиться от пасеки, тем меньше шансов, что вы получите ужаление от пчелы. Пчела далеки от пасеки собирает нектар, и вы ей вообще малоинтересны. Так же, как и есть миф, бытует в народе, что если намазать там руку какую-то часть тела медом, или другую часть тела, более всем известную, не буду называть какую, то пчелы туда слетятся, и вы получите кучу жал. На самом деле, пчелы туда слетятся, чтобы набрать меда. На какой части тела находится мед, им без разницы, и жалить его никакого смысла нет. Она из твоего варенья мед сделает! Если бегать возле литков, возле самих улев, то шанс получить жало намного больше. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед? Как вытащить жало правильно? Давайте проведем эксперимент. Вот я поймал пчелу, придавливаю ее, и она меня жалит. Пока я эту садил, еще одна ужалила в нос. Вот жало торчит, как ее вытащить правильно. Надо не вот так, видите, она двигается. Здесь мускулатура. Его надо вытягивать ногтем, сцарапывать просто. Не вот так брать за мешочек с ядом. Когда вы возьмете так за мешочек будете вытягивать, как все вытягивает, то вы вприснете весь яд, всю дозу себе под кожу. Когда вы просто ногтем его вот так выдвигаете, все. Доза минимальная. Что я хотел бы рассказать, это о пользе пчелиного яда. Не нужно его бояться, это очень полезное вещество. Мы можем поговорить более подробно в следующих роликах о составе пчелиного яда. Но я сразу могу сказать, что пчелиный яд повышает гемоглобин в крови. Кроме того, и стопроцентно подтверждено еще в советских лабораториях, что пчелиный яд имеет очень сильно обеззараживающее действие. Если развести пчелиный яд в пропорции 1 к 50 тысячам, даже эта микродоза полностью будет стерильной. Есть данные, что пчелиный яд уничтожает стафилококки и прочие бактерии. Но они еще требуют более глобального изучения. Научно доказано, что пчелиный яд прекрасно помогает при заболеваниях суставов, при артритах, артрозах, а также радикулитах. В апитерапии применяется лечение суставов пчелоужалениями. Так что если вас ужалит одна пчела за лето, то радуйтесь. Вы получили капельку здоровья от природы. Возможно, начинающие пчеловоды не знают маленький секрет. Если при осмотре улья вы получили первое жало, в это место сразу возьмите, попшикайте дымом из дымаря. Это сразу приглушит запах феромона вот этого ядовитого. И сразу семья успокоится, не будет дальше вас атаковать. Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. В настоящее время все большее количество людей сталкивается с сионизирующими излучениями. Испытания новейшего оружия и катастрофы на атомных энергетических станциях, на предприятиях, связанных с использованием атомной энергии, приводят к тому, что значительная часть населения попадает в зону радиоактивного заражения, как показала авария на ЧАЭС и предприятии «Маяк» Челябинской области. Поэтому особую актуальность приобретает поиск средств для защиты организма от действия ионизирующих излучений и, что особенно важно, терапии лучевой болезни. В интернете опубликована диссертация в 2000 году на тему «Физиологический анализ действия продуктов пчеловодства на систему крови крыс при экспериментальном лучевом поражении». В работе впервые показано, что пчелиный яд при его хроническом введении перед воздействием радиации повышает радиорезистентность организма, что проявляется в уменьшении поражения красной и белой крови и ее более быстром восстановлении после лучевого поражения. Выявлено, что яд пчелы, вводимые как до, так и после гамма-облучения, уменьшают повреждающие воздействия радиации на мембрану эритроцитов, нормализуя, в частности, их кислотную резистентность, а также снижает активность свободно-радикального окисления, вызванного лучевым воздействием. В Хорватии были проведены исследования на крысах с целью изучения радиозащитного эффекта пчелиного яда против повреждения ДНК, вызванного микроволновым облучением. Выяснилось, что пчелиный яд обладает радиозащитным действием против повреждения базальной окислительной ДНК. Таким образом, в дополнение к широкому спектру деятельности пчелиного яда, он обладает радиозащитной способностью, которая отмечена против рентгеновского и гамма-излучения в различных тест-системах. В настоящее время это особенно актуально, так как сегодня широко используется неионизирующее излучение в промышленности, торговле, медицине и дома, особенно в мобильных телефонах. И хотя средние уровни воздействия низкие по сравнению с пределами воздействия, существует повышенная вероятность неблагоприятного воздействия неионизирующего излучения на человека. Сегодня учеными изучаются возможности пчелиного яда в лечении онкологических заболеваний. Так, американским ученым удалось вылечить рак у мышей наночастицами с пчелиным ядом. Для лечения рака ученые создали круглые частицы размером около 4 нанометров, которые содержали основной компонент пчелиного яда – аминокислотный полимер мелитин. Исследователям удалось добиться того, что наночастицы с мелитином атаковали только раковые клетки, а также их предшественниц, не затрагивая здоровые клетки. Специалисты опробовали новую методику лечения онкологических заболеваний на двух группах мышей. Животные из первой группы страдали меланомой. У другой половины грызунов появился рак молочных желез. После 4-5 инъекций наночастиц опухоли молочных желез у мышей уменьшились в размере на 25% по сравнению с не получавшими лечения животными. Для грызунов с меланомой методика оказалась гораздо более эффективней. Их опухоли сократились в размере на 88%. По словам автора исследования, применение пчелиного яда имеет ряд преимуществ перед традиционными методами лечения онкологических заболеваний. Так, по сравнению с химиотерапией, использование наночастиц с мелитином является более высокоточным и эффективным методом, а также вызывает меньше побочных эффектов. Но пока это только исследование. Один из мифов о пчелином яде – это то, что при выжалении увеличивается какая-то мышца. Всем известный орган. Ходит такой миф в народе. Если вы делаете пчелоужаление, то увеличивается просто кожа. Но сама мышца не увеличится. Если вы вжалите себе бицепс, то он не увеличится в объеме, сама мышца. Просто кожа в круг мышцы. Спасибо всем, что посмотрели этот ролик до конца. Никогда не занимайтесь самолечением при серьезных заболеваниях. Всегда консультируйтесь с врачом. Всем удачи и хорошего дня. А неправильно подкрепиться? По-моему, пора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!